Друзья, здравствуйте! Решила снять отдельное видео о этой орхидее. Это Макселярия сандериана. Типовой, вернее, природник эквадорский. Когда-то я рассказывала, что мечтала увидеть ее цветение вживую. В общем, мечта осуществилась. Это потрясающе красивое растение. Можно видеть оно как и само растение очень интересное, так и цветоносы. У нее цветоносы могут расти вниз и могут расти вбок. Первые цветоносы вышли, они росли вниз. Вот здесь позже цветонос вышел, он вдоль субстрата пошел расти. Вернемся к самому цветку. Вот такой вот красивый цветок. Прям как на фотографиях. Темное красное горло имеет. Лепестки. Очень плотный цветок. Как будто сделан из воска. Немножко, мне кажется, пахнет. Ну, не сильно. Ни котлейный запах. Если на фоне руки, это крупный цветок. Раздвинем плену. Куба. Вот такая вот красота. Красота. Это второй раз второй цветочек, который распустился. А здесь распустился первый. Вот. Вот такая вот интересная красота. Тяжело поворачивать горшок. Мне не хочется, чтобы это все упало и поломал цветоносы. Цветок первый распустился дней семь назад. Пока еще все цветем. Не знаю, честно, сколько будет цвести, но интересно. А это вот так вот выглядит бутон перед раскрытием. Вот так вот. Этому цветоносу недели полторы до раскрытия. В общем, цвести она будет долго. Вот так интересно, когда цветут растения. И ты, грубо говоря, их можешь просто потрогать руками, а не только на фотографиях посмотреть. Несравнимо ни с чем. Просто, просто потрясающе. Я таких не видела ни на выставках, нигде. Потому что растения достаточно специфические. Это если, наверное, только поехать на выставку Эквадора, чтобы они цвели. Но, с другой стороны, даже довести такое растение очень сложно. Про уход наверное, стоит более интересно рассказать. Потому что сидит она в том субстрате, от которого пришла с Эквадора. Я единственная вверх закладывала мхун для сохранения влажности. Она относится к холодным видам орхидеи. Это ее бирка. Клима. Да, кул. Но, даже в моих условиях, я говорила, что у меня жарко. Она лето пережила хорошо, потому что растение было весной. И вот она зимой выдала цветоносы. То есть, даже для моих условий ей понравилось. Она вырастила рост. Единственное, летом она не росла практически. Утрасение просто сидело. Я поддерживала немножко влажную среду. Субстрат Эквадора был такой. Мелкая кора и мелкий перлит. И все. Корешочки тоненькие. Корешочки похожи на мельтониопсисы. На анцидиумную группу, которая имеет тоненькие корешки. Поэтому главное их не потерять, потому что если в акселярии приходят ОКС, они очень плохо приживаются. Если они приходят Эквадор слать с сохранением субстрата и приходят в принципе все хорошо растут и цветут. Вот оно само дно. Я полностью обрезала горшок. Не знаю видно или не видно. Ну в общем о! Вот такие там корешочки. В принципе не сложно. Но растение габаритное. Красивое. Наверное меня впечатлили так же как ангулова так же и акселярия. Она относится к серии крупноцветковым. Именно сандерианом. Ну пока мы находимся в этом углу у меня там цветет дендробиум пендулум. Пока цветет один цветонос. Это будет цвести два цветоноса. Я сниму отдельное видео. и тут у меня распустился на этой стене. Он у меня растет постоянно. Я его не снимаю. Растение очень большое. Это дендробиум пирарди. Афилум еще называют его. Пахнет весной. Пахнет очень хорошо. Ну вообще в принципе самый без проблемы дендробиум. Который хорошо цветет. Хорошо растет. Моему растению уже лет десять. Я его особо не делила. только иногда снимаю деток, которые растут поверху бульб. Ну чтобы сохранить основную часть куста длинными туберами. Вот такое вот вернемся к нашей макселярии. Вот такая вот красота. Всем здоровья, хорошего настроения. Пока-пока. Редактор субтитров хорио. Редактор субтитров